Скачать мобильное приложение и арендовать с его помощью электромобиль. Новый сервис теперь доступен жителям Шанхая. Аренда экологичного автомобиля дешевле вызова такси. Единственный минус – полное самообслуживание. И без смартфона не обойтись. Аккуратные парковочные места, каждая из которых оборудована зарядным устройством. Такие прокатные пункты теперь часто можно увидеть около учебных заведений в деловых районах Шанхая. Их паутина уже опутала весь город. И так же, как и с прокатом велосипедов, автомобиль можно арендовать в одном пункте, а вернуть в другом. А стоимость зависит от времени использования. В среднем это стоит пол юаня за минуту. Стандарты оплаты различаются в зависимости от времени суток, дня недели и даже месяца. Подключить услугу тоже несложно. Но пару дней уйдет на проверку водительского удостоверения. Зарегистрированному пользователю нужно ввести номер мобильного телефона и номер водительских прав, а затем сфотографировать права и загрузить фото. За 2-3 рабочих дня мы проверим эти документы, потом пошлем карточку пользователя на ваш указанный адрес. Тогда уже можно использовать приложение для аренды автомобилей. Не совсем. Впереди еще один важный последний шаг, отделяющий пользователя от железного коня. Нужно внести залог. Использование различных приложений требует от 500 до 1000 юаней. Эта сумма, конечно, не покроет расходов даже на незначительный ремонт, но может использоваться для взимания штрафа в случае нарушения правил дорожного движения. И теперь можно прокатиться с ветерком. Прокат автомобиля стоит пол юаня минуты. Это, конечно, дороже общественного транспорта, но явно дешевле, чем такси. Я доехал до университета за 15 минут с небольшим, заплатил только 8 юаней. На такси один стартовый взнос стоил бы уже 14. На данный момент в 200 прокатных пунктах Шанхая для пользователей доступны более 700 электромобилей. Ожидается, что к концу этого года их количество превысит тысячу, а пунктов станет 500. В транспортном комитете Шанхая говорят, что в этом направлении еще есть над чем работать, улучшать качество оборудования для зарядки, решать проблему парковки. Но все эти вопросы муниципалитет обещает решить в ближайшее время и гарантирует поддержку этой социально ориентированной инициативе. Хотя даже тысячи автомобилей вряд ли хватит на весь Шанхай.